Если у вас есть дети и вы хотите, чтобы они смотрели полезные мультфильмы, а не ужасные пранки и челленджи, то я рекомендую подписаться на канал Познавака. На нём каждую неделю выходят развивающие мультфильмы для детей. Ссылка в описании. Миньоны. Как я обожаю миньонов. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Посмотрел Гадкий Я-3 и, честно говоря, думал, у меня от него пригорит. Но нет, всё не настолько плохо. Сейчас всё расскажу. Погнали. Гадкий Я-3 – это полнометражный анимационный фильм от студии Illumination Entertainment, который входит в состав Universal. Режиссёрами выступили Кайл Балда, Эрик Гуэльон и Пьер Коффман, каждый из которых ранее уже был связан с другими мультфильмами студии. Триквел стал прямым продолжением мультфильма Гадкий Я-2 и четвёртой полнометражной лентой в серии, если считать спин-офф про миньонов. На данный момент франшиза занимает 20-е место среди самых прибыльных серий в мире со сборами более 2,5 миллиардов долларов. Миньоны и вовсе стали одним из пяти мультфильмов, собравших в прокате более миллиарда баксов. Все остальные мультфильмы, которым покорился миллиард – это сплошной Дисней Пиксар. В поисках Дори, Триквел Истории Игрушек, Зверополис и Холодное Сердце. Благодаря миньонам, седьмому форсажу и миру юрского периода, в 2015 году Universal стала первой киностудией, у которой за один год сразу три фильма собрали более миллиарда долларов. При этом, в отличие от Диснея, Иллюминашн и Юниверсал вкладывают в каждый из мультфильмов серии по 70-80 миллионов долларов, а не по 200 с гаком. Короче говоря, эта очередная сверхприбыльная франшиза рассчитана на дойку счастливых обладателей сопливых цветов жизни, которые орут в кинотеатрах. Такая же, как тачки и трансформеры, только в разы менее затратные. Дополнительную прибыль приносят игрушки, одежда и прочий мерч, а также многочисленные рекламные коллаборации с такими брендами, как Феррера, Амазон, Макдональдс, Киндер Сюрприз и так далее, далее, далее. Ладно, с финансовыми достижениями этой бодяги всё понятно, давайте перейдём к её художественной ценности. Сюжет триквела продолжает историю бывшего суперзлодея Грю, который давно подобрел и ведёт жизнь добропорядочного семьянина. Из-за неприятностей на службе в его жизни наступает непростой период, но как раз в этот момент Грю знают о том, что у него есть брат-близнец. Воу, серьёзная трагедия, разлучённые братья, настоящая семейная драма, да? Нет, нет никакой драмы, ребят, тут всё банально доскрежета в зубах. Есть главный герой, и ему позарез надо одолеть злодея, повёрнутого на 80-х, чтобы восстановить свою репутацию, а его брат, ну он просто есть. Нужно же было создателям как-то проставить галочку в пункте «Добавить что-то новое». Поэтому Ctrl-C, Ctrl-V, красим чёрный костюм в белый, добавляем волосы, меняем одну букву в имени, и вуаля, новый герой готов! Да, какое-то сюжетное влияние он имеет, но по сути Дрю там нафиг никому не вперся. Отношения между братьями по схеме «Встреча», «Конфликт», «Примирение» прожевываются за пару минут. Ещё пара минут на какие-то намёки о проблеме отцов и детей, и трудности взросления, мелькающей со скоростью гоночного болида, ну и минут 15 на непосредственную борьбу со злодеем. Всё остальное экранное время занимают различные степени примитивности, шутки и гэги, и не сказать, что прям бесящие, просто уровня первоклассников. По сути, «Гадкий Я-3» — это продукт для детского потребления, все цело направлены на захват детского внимания непрерывными кривляниями, падениями и беготнёй. В предыдущей части тоже изначально были рассчитаны скорее на детей от 3 до 12, но в третьей всё прям по максимуму упростили и даже слегка дограднули. Если хотите иметь какое-то представление о концепции местного юмора, то представьте себе, что вы целый час смотрите вот эту сцену из «Брюса всемогущего» только с миньонами. Не знаете, судя по реакции, которую я видел, детям нравится. Но фишка в том, что детям нравится любое кривляющееся дерьмо. Дети в принципе смеются с любой дрыгающейся хрени. Отсюда у меня вопрос, почему над взрослыми нормально не поработать, ведь взрослые тащат детей на эту ерунду. Для меня лично такая упрощённая схема отношений между «Грю» и «Дрю» ну просто галочка. Ну знаете, такая галочка, которая не даёт плюнуть в экран. Вроде мульт и ни о чём, а вроде и в нём по-доброму всё, мораль даже немного пихают. И знаете, концепт «Беготни и приключений» тоже может быть интересен. Вспомните тех же Тома и Джерри. Ну погоди. По сути тоже примитивизм. Но увлекательны. Ситуации с героями происходят весёлые. И даже героям сопереживаешь. Хотя герои даже не разговаривают. Вы только вдумайтесь. Этому концепту «Беготни» уже больше 70 лет. Том и Джерри появились в 40-х годах. Почему богомерзких миньонов, которые в этой серии мультиков исполняют роли, разбавляющих повествование персонажей, не смогли до этого уровня дотянуть? Чтобы было интересно всем, а не только сопляжуем. У меня только один ответ на это. Авторам было просто впадлу. Гораздо легче взять детские повадки, детские затупоны, нелепые падения, кривляния и запихнуть их в жёлтые анимированные яйца из-под киндеров. И всё. Человеческие личинки будут счастливы. Два в одном. Тупняк и киндер яйцо. И если в «Гадкам Я» миньоны ещё хоть как-то переносятся, то отдельный мультик о них я едва высидел. Это был один из самых отвратительных мультиков, который я видел. И как же я офигел, когда узнал, что это днище собрало более миллиарда баксов. Что касается остальных героев «Гадкого Я» 3, то они тоже кривляки, но не такие бесящие. Единственный, кто мне немного понравился, так это злодей, который иногда действительно выглядел забавно. Он буквально напичкан отсылками к эпохе 80-х в целом, и Майклу Джексону в частности, что выделяет его из общей вакханалии. Вот к его разработке видно, что авторы подошли креативно. Плюс на мне тут ещё немного сработала ностальгия. В момент, когда Грю, злодей, выхватил инструменты, заиграла песня «Money for Nothing» британской группы «Dia Straits», я немного растаял. Из плюсов ещё могу разве что картинку вспомнить. Точных данных по бюджету Триквела пока нет, но вряд ли он сильно вырос со времён предыдущих частей, которые стоили 70-80 миллионов. И на эти деньги анимация и общее качество визуального ряда выглядят вполне неплохо. Всё достаточно детализированное, яркое и красивое, но и своя стилистика у серии тоже есть. В общем, «Гадкий Я» 3 в целом ни о чём. Это примитивный, посредственный, не смешной, едва улыбающий, неинтересный мультик для самых маленьких. Думаю, для детей лет так до 12. Такое ощущение, что его сюжет авторы набросали на салфетки, пока сидели и жрали лобстеров в ресторане. Но всё настолько упрощено, чтобы самый маленький или самый тупой ребёнок поняли, что происходит на экране. «Гадкий Я» 3 хуже предыдущих двух. Миньонов я в счёт не беру, их я не считаю мультфильмом. Он вроде и не хороший, но и неплохой. Это такое нафиг не нужное нечто, которым лучше затыкать хавальники своим отпрыском дома, пока вы своими делами занимаетесь. Взрослым однозначно на сеансе делать нечего. Но если вам прям пригорело сходить в кино с детьми, то можно смотреться он терпимо. Лично у меня негатива «Гадкий Я» 3 не вызвал. Рвать из зала, как с миньонов, я не хотел. Но лучше посмотрите первую часть, она всяко лучше. А если видели и хотите чего-то ещё по теме, то посмотрите «Корпорацию монстров» ну или «Мегамозг на крайняк». Ребят, надеюсь, вам понравился обзор. Я, кстати, на этой неделе в ударе кучу роликов сделал, так что посмотрите обязательно другие. Вот тут должны появиться ссылочки. Ну и Инстаграм мой плачет, ждёт вас, а вы медленно туда приходите. Подписывайтесь, порадуйте его, а взамен будете получать свежее мнение о киноновинках раньше обзоров. Подпишись! Блин, до скорого! Пока!